Шотар уставили, витяз, тигровой шкурик, вступление. Тот, кто силою свою основал чертов вселенной, Ради нас украсил землю красотою несравненной. Животворное дыхание даровал он тварьи бренной, Отражен земных владыков, миг его благословенный. Боже, ты единый создал образ каждого творения. Укрепи меня, владыка, сатане на посрамление. Дай гореть огнем, меджену рада поселеснего мгновенья. Не карай меня по смерти за былые прегрешения. Лев, служа Тамар, царице, держит меч, ее ищи. Мне ж мишу таким деянием послужить ей на княжи. Косы царственной агаты ярче, лалов жар ланит. Упевается нефтаром тот, кто солнцем злится зрит. Воспоем, Марс Рису, почитаемую свято. Дивно заложенные гимны посвящал я ей когда-то. Мне пером была тростинка тушью озера Агата. Кто внимал, моим творением был сражен клинком Булата. Мне приказано, царицу, словословить новым словом, Описать и свитные очи на лице Агату бровом, Перло уз ее румяных, рубиновым покроком. Даже камень разбивают мягким молотом, свинцовом, Мастерство, язык и сердце. Мне нужны, чтобы петь о ней. Дай мне силы и вдохновения, раз он сам послужит ей. Мы прославим цариэла, утишедшая людей, Для героев, учезанных трех, испыданных друзей. Все дембратья и восплачем о несчастном цариэле, Скоро о нем, как днем, печали, Ранес сердцем не доселе. Это древнее сказание, я все имя уставили, На низал, как секс, жим-жим-жим, Чтоб его и хами пели. Здрасте, люби меня, медженурам до этой повести, Склонила, такому подвластной раки, Для меня светило, Рожженное ею во сердце. Я горю в огне горнила, Мне жаль, что светило, Ждет безумного могила. Это полис из Ирана, Занесенное вдовно, По рукам людей катилось, Как жемчужное зерно. С петью грузинским складом Было мне лишь суждено, Ради той, за которой сердце Горостью полно. Остелепленный, Зорби-зорби-зорби-зорби-зорби-зорби, Не стремись по неволе сердце, Сделавшись медженурам, В отдаленном бродит поле, Пусть она спасет мне душу, Предавая плоской воли, Как воспитать мне трет героем, Если сил не станет воли, А кому дано судьбою, даю ему и утешение, пусть работает работник, воин рубится в сражениях, пусть безумство, влюбленный познает любви, лишения не судей других, Коль скоро сам боишься поношения, тихотворства, роз, познания, возвышающего дух, речь божественная, пользы услаждают людям силу, мирным словом купиваться, может каждый, кто не глуп, речь обычная, пространная, С тех же краток и упруг, испытанием и на госу, служит дальняя дорога, игроку, удар искусно, если мяч рассчитан строго, для пирсажа дело счастлив, ширше его богатство, слога, он и сам коня осадит, Увидев, что речь у Бога. Если вдруг в стихотворении речь становится невнятно, присмотреться в стихотворцу и полезно и приятно, увидав свою ошибку, он попятится обратно, и герой, и мяч удачу, победить неоднократно. Тот, два-три стишка пропает, тот, конечно, не творит, пусть себя он не считает. Покорителем сердец, ведь иной придумал глупость, вяжет лифт мою конец, ведь видит, как мог прямый год, искусство образец. Небольшой дешок, творение, вододворство небольшого, не согласывая сердца, незначительное слово, это жалкий лук, врученка, у стрелочка молодого, крупного зверей боится, бьет зверушек, бестолково. Мелкий стих, подчас пригоден для пирог, увеселений, для любезности веселых, милых шуток развлечений, если он составлен бойко, он достоин одобрения. Но пирог, если лишь тот, что создан для значительных творений, надо, чтобы стихотворец свой талант не растащал, чтобы единственно любимый труд упорный посвящал. Пусть она в стихах искусных, пламенея, как кристалл, удостоится созвучий музыкальный похвал. Той, кого я раньше славил, продолжаю и горится, я поусердно, мне ли этого стыдится. Она дороже жизни, беспощадная тигрица, пусть названная мною здесь она отобразится. Если любовь к высоким духам, от близкого начала, то дать на ней понятия языка земного мало. Дар небес, она не редко нас, людей преображала и терпела, несчастных, чья душа ее залкала. Объяснить ее не возило ни мудрец, ни чародей, а напрасно пустословы утомляют слух людей. Но и тот, кто предан флоте, подражаясь, стремится ей, если он вдали страдает от возлюбленной своей, называется меженуром у рабов под влюбленной, то стремится к совершенству, как безумие струбленной. Ведь один из немогает, к горним высям, устремленный, а другой выжить красоткам, целостолюбец, развращенный, должен истинно влюбленный быть, прекраснее светило, для него приличная мудрость, красноречие и сила. Он бога, велика душа, но всегда исполнен пыла, тем не все, кого природа эти вдоблести лишила. Судя любви всегда прекрасна, непостижна, верна, ни с каким любодеянием не равняется она. В одну любовь другое разделяет их стена. Человеку не пристало путать эти имена. Нрав не дженура постоянно. Не считал он благодею, Он своей любимой и скорбит в разлуке с нею. Будьте любимой, Сморова! Он и так доволен ею, Мимолетник поцелуя. Я любви не раздумею, Не годится звать любовью. Шутки взбалмошные эти, То одна у ветра, То другое на примете. Развлекаться столь беспечно, Лишь дурные могут дети. Митженура, если нужно, Обо всем забыть на свете. У влюбленного Митженура Свой единственный знаком, Завдохив свои страдания, О любимой гимнезе. Пламеет он в разлуке, Беспредельно и стуклен, Подчиняется смиренно Той, в которую влюблен, тайну раненого сердца не отводит он другому, он любимую мазорить не захочет по пустому, он свои скрывает чувства, он приходит к дому, он за счастье, посчитает эту сладкую стому. Трудно верить в человека, коль он милую вормочет, сам себе он вред приносит, он попустухла хочет, чем он милую прославит, если тут же опорочит, почему он сердцу милой при сильных страдания хочет, не пойму я, чем предворство привлекает. С ума с вода, если он не любит кеву, разве нет ему исхода, почему же он хочет заперзнуть в глазах народа, но злодея зло и слово, слаще сахара и меда. Плачь между нура, любимой, украшение, не вина, на земле его скитание, потитает издавна, и во души его, во сердце, есть и старствует от нас, но толпе любовь между нура открываться не нужно. Ина, 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 ина.